Это государство Ливан обстреливает Израиль, или это какие-то люди, которым государство Ливан разрешает обстреливать Израиль? Ну, это, конечно, какие-то люди, это Хезболла. Ну, как в принципе, люди в Ливане не против. Конечно, есть очень много, которые против, но большинство за. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? Вы откуда? Я из Финляндии, Кельсии. Ага, по-русски говорите, да? Ну, я родом из Ростова. Сейчас в Финляндии, Хельсинки. 18 лет живу, через 2 года будет 20-ка. А вы откуда? Круто, из Ливана. А в России сейчас? Да. Как давно? 2 года. А русский где учили? В Рос, в России. И такой хороший русский уют? Да, ну, я в университете учил. А вы из Ливана, вы христианин, мусульманин? Я отыгист. Ну, а по национальности кто? В смысле? Ну, этнические вы кто? Араб, там какая группа? Араб, да, араб. Потому что в Ливане там есть разные группы, этнические, разные религиозные. Ну, нет, все арабы, но разные религии, скажем так. Арабы-христиане, да, получается, есть? Нет, ну, даже христиане, а не арабы. Понял. А как сейчас в Ливане вот это... А из-за чего? Война. А из-за чего война, вот мне интересно? Потому что Израиль. А что такое Хизбалла у вас? Хизбалла – это политическая партия. Как это политическая партия, если это вооруженное формирование, у нее есть войска? Ну, политическая, но не только политическая. Ну, что, вот смотри, есть государство Ливан, да? Да. У государства Ливан есть вооруженные силы? Конечно. А тогда что такое Хизбалла? Что это за группировка с вооруженными силами? Ну, это сложный вопрос. Мне интересно разобраться. Да, да, потому что в истории Ливана всегда так было. Из-за истории Ливана. То есть у каждого есть свое оружие, скажем так. У каждого человека, у каждой группы, даже христиане. У христианцев есть. Типа, ну, это раньше было. Не, ну, смотрите, в чем суть государства, да? У государства есть армия, других армий в государстве нет. Да, да, да. Да, да, ну вот, ну, конечно, это очень сложный вопрос. Но зачем вот у Хизбаллаха оружие есть? Вот в чем вопрос. Вот, да, почему Ливан? Почему Ливан не разоружит эту группировку какую-то Хизбаллах у себя на территории? Нет, потому что, знаете, государство не против, чтобы у Хизбаллах было оружие. Не против. И как народ, ну, конечно, есть очень много фирменов, которые... Так вот, смотрите, я просто читал, я не силен в истории, там, и вашего, да? Но я читал, что Хизбаллах там обстреливала Израиль. Было такое? Нет, ну, надо смотреть истории. Подожди, подожди, стоп, стоп, стоп. Ну да, ну, Хизбалла, смотри, не государство Ливан, да? А какая-то Хизбаллах с территории Ливана обстреливает Израиль. Было такое? Было. 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 То вот интересно, получается, это государство Ливан обстреливает Израиль, или это какие-то люди, которым государство Ливан разрешает обстреливать Израиль? Ну, это, конечно, какие-то люди, это Хизбаллах, ну, как, в принципе, люди в Ливане не против. Конечно, есть очень много, которые против, но большинство за. А подожди, а кто, смотри, вот это Хизбаллах, кто ее избирает? Вот государство, да, государство, да, там есть выборы, да, люди избирают. А Хизбаллах, это, получается, какие-то люди себе собрались, взяли оружие и обстреляли Израиль, так или нет? Нет, 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 в парламенте у них не знают, сколько это депутатов. Но это самый большой по... Не, ну это партия в парламенте, да, а кто им, да, уполномочил обстреливать другой государства? Кто им разрешил, вот в чем вопрос, да? Никто. Никто. Вопрос, конечно, сложный, а если вы смотрите, вот, кто им разрешит, зачем они без согласия государства, это, конечно, вопрос верный, скажем так. Но это сложный вопрос. Ну вот, как раз очень хорошо, что вы попались мне, вот, я всегда хотел разобраться в этих событиях на Ближнем Востоке, да, для меня это интересно. Вот для нас, для нас и для ливанцев, для арабов, для мусульманина особенно, не только для мусульманина, ну, в принципе, для арабов это в первую очередь, и потом для мусульман. Израиль это враг. Почему враг? Не, враг, смотри, я сейчас, да, я сейчас не разбираюсь, враг не враг, это история. Да, да, да. Вопрос, почему, не, мне интересно, вот, почему в вашем государстве есть какие-то люди, которые не контролируются государством, но могут обстреливать другие государства? Ну, это, чтобы, как объяснить вам? Объясните. Ну, просто надо объяснить историю, потому что это было сто назад, так, сто лет назад. Не, сто лет назад, смотри, да, я помню, а еще, да, еще когда-то был пророк, да, когда-то был еще пророк Мухаммед, а когда-то, короче, люди в шкурах ходили, да, вот мы живем сейчас. Да нет. Мы живем сейчас. Ну, это все было после войны, после гражданской войны в Ливане, то есть после 90-х годов. А неважно, после, не после, сейчас, смотри, сейчас государство Ливан есть. Сейчас. Зачем у Хизбалла свое оружие есть, да? Нет, зачем у Хизбаллы оружие? Я знаю, Хизбалла хочет воевать. Это Хизбалла. Вот это террористическая, получается, организация, если она, если ее государство не... Подождите, подождите, зачем террористическая? Ну, террористическая, хорошо. Я не говорю, что это... Она законная организация? Смотрите, я вообще не за Хизбалу. Я понимаю, да. Мне интересно, что... Я не за. Да. Вот, но зачем террористически? Вот, вопрос, вопрос. Если это не террористически... Законный? Законный, да, законный. Как законный? У вас есть закон про Хизбалу, что им разрешено иметь оружие? Да, это у нас в Ливане называется, как переводится на русском. Ну, когда у нас будет новое правительство, они как пишут, скажем, документы. Их цели, их как... Ну, знаете, вот. И в каждом из этих написано, что этот Хизбалу и другие организации, которые воевают против Израиля, они законные. Прикольно. А где можно... Как называется этот закон? Я бы сейчас прочитал, посмотрю, интересно. Сейчас, сейчас, сейчас. Я не знаю, как переводится. Получается, смотрите, если это... Если... То Хизбалла. Если это законно, значит, это часть государственной системы. Нет, не часть. Так, подождите секундочку. Хорошо. Кому подчиняется... Давай так. Кому подчиняется вооруженная группировка Хизбалла? Чего кому? Ну, кому? Кому? Главе Ливана. ООН. Кому? Кто управляет Хизбаллой? Кто главный над Хизбаллой? Это... Ну, Бель Насралла. Это гимн Хизбаллы, помню, как раз. Слушал тогда. Так вот, смотри. Насралла, он кто? Он был. Был. Глава Хизбаллы, да. Получается, это он глава Хизбаллы. А кто над Хизбаллой? Вот, например, смотри. Если у вас есть армия... Геометивиду Иран, да? Нет, нет. Над армией у вас есть начальник президент, например, да? Или там глава правительства. А кто начальник над Насраллой? Никто. А, то есть получается, государство не подчиняется этой структуре? Нет. Понял. А еще интересный вопрос. Какое отношение Хизбалла имеет с Ксир, да? С корпусом стражи исламской революции Ливана. Ой, не Ливана, а Ирана. Ну, конечно, у них очень хорошее отношение. Это все из-за религиозной причины. Да, ну, смотрите, Ксир, да? Да. Корпус стражи исламской революции в Ливане, он также... Ой, в Иране. Он также, нет, не подчиняется государству. Как Хизбалла. Да. Да. Все верно. Вот. Ну вот, это вопрос очень сложный. Так, так. Управляется ли Хизбалла корпусом стражей исламской революции? Нет. Серьезно? Я то не сказал. Давай так. Иранские генералы сидят в Ливане и инструктируют Хизбалла? Да. Нет, не управляют, а помогают. Помогают, помогают, да. А это... Вот. Я говорю, они одно и то же. То есть, Хизбалла и Иран, это как... Вот. То есть, не Хизбалла и Иран, а Хизбалла и корпус стражей исламской революции в Иране. Ну, я бы сказал даже Иран. Иран, не, смотрите. Иран, вот есть государство Иран, а есть корпус стражей. Это разные вещи. Это разные вещи. Ну, как в Иране, мы хорошо знаем, что это одно и то же. Нет. В Иране, так же, как и Хизбалла у вас. Получается, Иран заявляет, что он не будет, а корпус стражей берет и обстреливает Израиль. Это, получается, параллельные структуры. То есть, в государстве, да, есть какая-то террористическая группировка. Почему террористическая? Она не подчиняется государству. Это по какому закону? Хорошо, давай так. Вы просто можете сказать нелегитимнее. Окей, вопрос. Зачем террористический? Тот же самый, в Иране, корпус стражей исламской революции. Кому он подчиняется? Он не подчиняется президенту Ирана. Правильно, он этот, как его... А это ли? Да, это ли подчиняется, да? Да. Это как в системе Ирана. Да. Кто глава Ирана, кто самый важный в Иране? Нет, смотри, смотри, есть президент, который избирают люди, а есть типа духовный лидер. Вот, духовный лидер. Он важнее, чем президент. Кто избирает духовного лидера? Никто. А кто его назначил? Никто. А откуда берется он? Почему ему подчиняется духовному лидеру? Ну, это в системе Ирана, например. Да, мне интересно, просто вы человек... Это в системе Ислама. Нет, в системе Ислама, Ислам, например, в этом... Там халифат. Не, ну, там халифат, нет, стоп-стоп, нет, это не халифат. Как раз, смотрите, как раз... Это не халифат, это... Они широкие, но это как, в принципе, духовный лидер. Вот, в религии, в Исламе демократов вообще нет. Не, ну, правильно, но духовный... Откуда берется? Кто... Вот, например, в этом Папа Римский, да, его избирают какие-то кардиналы, да, вот эти там другие священники. Кто избирает, кто назначает этого духовного лидера Ирана? Ну, не знаю. Как, он просто сам типа говорит, ой, я, давайте, я буду духовный лидер. Да нет, он был помощник, это Хамини, как его, Хумайни, да, который умр. Предыдущего, да. Ну, а кто его, кто его принял духовным лидером? Да, не знаю. Ну, как? Типа, я могу сказать, о, давайте я буду сегодня духовным лидером, подчиняйтесь мне, обстреливайте Израиля. Я не знаю ответ. Я ответ не знаю, скажите, если знаете. Вот мне интересно. То есть, получается, а зачем тогда? В государстве Иран есть выборы президента Ирана? Это формальность. Формальность, понял. Интересно. То есть, президент это просто говорящая кукла для ООН, да? А так? Да? Я бы это не сказал, но не знаю, я вообще не иранец, я не знаю про Иран и про их систему, вот. Просто я когда начал, я буквально полгода там изучаю вот эти события там на Ближнем Востоке, мне очень интересно, да, я думал, что это воюют там Израиль с Ливаном, Израиль с Ираном. Оказывается, что в Ливане есть какая-то Хезбалла, которая просто не подчиняется государству, да? В Иране какой-то корпус стражей исламской революции, который не подчиняется государству, да? Он стоит над государством. Какие-то вооруженные формирования получаются. Интересно. Да. Ну, это, конечно, интересно, но вопрос сложный. Вопрос сложный, надо понять историю. Хорошо, вопрос. Когда Хезбалла обстреливает Израиль, так? И Израиль, ну вот, например, Хезбалла обстреляла Израиль, да? Израиль может делать ответные обстрелы? Конечно, но кто начал? Смотрите, кто начал? Кто начал? Когда начал? Это, вот, война, вот, я говорю, надо понять историю. Если вы смотрите, ну, как, кто начал война, это война не началась. Стоп, 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 давай так. Сейчас идет война между Ливаном и Израилем? Да. Ливан воюет? Или война между Хезбаллой и Израилем? Ливан воюет, точно. Ливан, да. Когда началась эта война между Ливаном и Израилем? Ну, сколько сегодня? Ну, месяц назад. Месяц назад. А, это когда Израиль зашел на территорию Хезбалла. Да, а раньше была между Хезбалла и... Стоп, вопрос, вопрос, да. Я бы даже сказал, это война Израиля против Ливана. Стоп, 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 против Ливана или против Хезбаллы? Против Ливана, против всего Ливана. Так, стоп, хорошо. Знаете, сколько... Просто, просто, знаете... Да, давайте так. Знаете, сколько мирных людей... Сейчас, сейчас, сейчас... А сколько Хезбалла... Вот почему Израиль зашел на территорию, где Хезбалла базируется? Зачем? На Юк-Лива, почему? Почему? Потому что Хезбалла воевал с Израилем. Так, стоп, то сейчас война началась с Израилем. Или Хезбалла воевала с Израилем. Что еще раз? То, смотрите, получается, месяц выиграете, месяц идет, война, не зависай, не зависай, не зависай. А, я-я-я-я, такой интерес. Вот, развис? Слышно меня? Да, конечно. Зависло, да. сейчас я посмотрю израиль я просто видел да в прошлом году в этом году было что хизбалла обстреливала израиль сейчас посмотрим но кто начал войну когда вы сказали что война началась месяц назад нет ну это это как сегодняшняя война так понимаете стоп война как война между израилем и еще раз два месяца назад была война между израилем и ливаном было то она месяц началась назад или она была два месяца по закону по закону по закону до война началась сорок восьмого года 48 года года между Ливаном и Израилем. Так, стоп, еще раз. А потом была перемирие. Давайте так, возьмем, давайте прошлый год возьмем. Прошлый год. У вас идет война в прошлом году, была война с Израилем? 23 год, 2023 год была? В каком месяце? В 2020 год. По закону была война. Вот, смотрите, была, это, как ее? Вот, у нас, это война между Ливаном и Израилем. Между Израилем даже и арабским миром, да? Нет, нет, давайте сейчас, арабский мир, нет такого понятия арабский мир. Хорошо, хорошо. Иордания и арабы, они не воюют, например, с Израилем, правда? Хорошо, 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 я согласен. Между Ливаном и Израилем, это война начала 48 года. Потом, через, не знаю, некоторое время была перемирие. Хорошо, перемирие. Вот. У вас в прошлом году было перемирие? Да, по международному. Все, супер. Да, я открыл, я открыл. А почему, вы хотели спросить, а почему война потом, да? Не, я смотрю, смотри, если было перемирие, да, вот я смотрю, я открыл в Википедии обстрелы Израиля с территории Ливана, да? Вот, 2023 год, просто, короче, куча, да, вот, например. Так, 6 апреля, 23 днем с юга Ливана по Израилю выпущено 34 ракеты. Если это перемирие, да, вот. Это, это, это когда? 23 год, прошлый год, 6 апреля. 6 июля две противотарные ракеты были выпущены. Знаете, что у нас ливанская территория, которой Израиль захватил ее. Еще раз, еще раз, смотрите. Так, у вас сейчас перемирие или нет? Сейчас нет. Два месяца назад, в прошлом году было перемирие? До 8 октября. До 8 октября, вот, я считаю, до 8 октября. Если у вас было перемирие, да, вот, территория Израиля, вот, 6 июля обстреляли по городу Гаджар, да, с юга Ливана. Вот, Гаджар, это, это, это ливанская. Еще раз, еще раз, у вас перемирие, так? Да. Вот, так, 8 октября, так, ну, а дальше уже, окей, октябрь, так. 21 год, да, 21 год, вот, смотрю, тоже. Три ракеты из района Клайли в сторону северного Израиля были выпущены. Так, 14 мая, и так дальше. Ну, то есть, вопрос, то есть, у вас было перемирие, зачем вы обстреливали Израиль? Знаете об, это, 17.01, знаете об этом? Что, что, 17? 17.01. Я не знаю, что. Это ООН, решение ООН. Так, и что? После, после, после войны 6-го года. И что, что решение? После этого было решение ООН, что нельзя, как-то, Израилю нельзя нападать по Ливану и тоже. И Ливану, да, по Израилю, да. Да, да, но с, это, когда, с 6-го года, да, до 8-го октября было где-то 40 тысяч нарушений со стороны Израиля. 40 тысяч, давайте так, смотри, я, я, это, окей, 40 тысяч, конкретно, Израиль обстреливал ракетами вашу территорию? Да. Возможно, сейчас, сейчас посмотрю, давайте сейчас посмотрим. Так, обстрелы. Они, они убили команд, они убили лидера. Ну, не, лидера, да, лидера Хезболла, я понимаю. Можете, смотри. А командор Хезболла. Можете скинуть, где можно найти? Потому что я, например, в Википедии, я нашел обстрелы Израиля с территории Ливана. Скажите, где я могу посмотреть вот этот список 4 тысяч нарушений, где вот эти обстрелы? Мне интересно. А 8-го октября, а вот просто интересно, вы сказали 8-го октября. Это же в прошлом году, 7-го октября, это Хамас напал на мирных жителей, да, в Израиле? Ну, почему на мирных жителей? На мирных, я видел, ну, ты же это, на фестиваль, там же был фестиваль. А видели, что едиот, охрану там писал. Еще, еще раз, еще раз, ну, мир, реально. Израильская газета, видели? Стоп, 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 это видел весь мир. Как Хамас-боевики женщину возили из Германии с поломанными ногами. Это 100% правда. Но сколько? Что, сколько? Смотрите, видели, что написал это израильский газет? Не видел. Что, что большинство мирных жителей Израиля, которые были убиты 7-го октября, кто, кто их убил? Кто? Не Хамас, не Хамас, а Атсахал. Атсахал, это, 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 это я не говорю. Это газета Израиля. Понял, понял. То есть, это специально, евреи сами убили своих людей, да? Это, вот, нам так же самое, россияне говорят про Бучу. Это мы сами поубивали своих людей. Нет, вот это, потому что Хамас, как 7-го октября, да, вошли в территорию Палестины. Это территория Палестины. Они вошли, да, и вот захватили некоторых кипуц. Давай так, Хамас, Хамас. Там были мирные... Хамас расстрелив... Не зависай, блин, такой интересный человек. Еще раз, развивись. Хамас расстреливал мирных жителей на фестивале? На фестивале нет. Как на фестивале нет? Куча, видно, убитых на этом фестивале. Это весь мир облетело. Вот, я сейчас вам отправлю этот репортаж газеты. Смотри, еще раз, то есть, смотри, видео, как хамасовцы расстреливали людей на фестиваль, есть с видео Хамаса, да, видео есть, как хамасовцы возили эту гражданку Германии с поломанными ногами, разорванной одеждой и так дальше, да, возили на машине убитых. Это правда, это правда, это все верно. А оказывается... Вопрос, вопрос, вопрос не почему, а зачем. Зачем? Зачем, вы мне скажите. Ну, я не знаю, вы же это, вы за хамас. Скажите, зачем они гражданку Германии... Я не за хамас, подождите, я не за хамас. Стоп, стоп, понял. Я за правду. Давайте так, вы осуждаете эти террористические действия Хамаса тогда, так? Вот, вы назвали это террористическими... Ну да, когда берут... Хорошо. Когда берут мирную женщину, ее ломают и ноги... Стоп, это террорист... А когда Израиль убивает... Давайте мы сейчас произраем. 50 тысяч мирных жителей в секторе Газида, это что? Смотри, еще раз. Значит, ты, смотри, ты боишься, ты боишься, ты боишься ответить. Ответь, я тебе первый задал, я первый задал, ты ответишь. Смотри, ты считаешь, когда хамас ловит гражданку Германии, да, и ноги убивают, ее иголой возят на машине и... Если бы война началась... Это терроризм или нет? Если бы война началась 7 октября, то это абсолютно терроризм. Но, есть но, конечно. Но война не началась 7 октября, а началась до этого, даже 25-го года, или даже 17-го года. 25-го, 17-го, я правильно понимаю, что можно, раз война началась 17-го года, можно граждан какой-то страны ловить... А вы что хотели от хамаса и от палестинского народа? Скажите мне, если бы, вот смотрите, если сейчас, не знаю, Украина, или, скажем, давайте так, если США захватила Российскую Федерацию, хорошо? Нет, нет, давайте, вот смотрите, сейчас Россия захватила Украину, да, часть территории, да? Украинские, смотри, украинские солдаты... Для вас это захватили, для меня нет, не захватили. Украинские солдаты, украинские солдаты, да, освобождают территорию. Я не видел такое, чтобы украинские солдаты ловили какую-то женщину, убивали ее, возили, короче... А не видели в Курске? Вы не видели в Курске? В Курске убили? В Курске? Что, что? Украинские солдаты убили? Как украинские... Покажи, покажи мне, покажи, давай. Вот сейчас на телефоне открой мне, давай. Наших это кого? Ты ливанец? Нет, это русских. Так ты русский или ливанец? Я русский. Так ты же два года живешь в России? Да, по крови русских. А как ты по крови русский? В душе. В душе? Или в ванне? А ну давай. Покажи мне на видео, да, на телефоне, где там украинские солдаты издевались, возили. Давай. Причем ты несешь ответственность вот этих мирных жителей, потому что ты поддерживаешь. Почему? Я не поддерживаю. Подождите, подождите, подождите. Ты оправдываешь эту женщину и говоришь. Ну как против? Нет, нет, нет. Я никого, нет. Я никого не поддерживаю. Хорошо, давай так. Ты осуждаешь Хамасом, той гражданки Германии? Нет, конечно нет. Значит поддерживаешь. Нет, я не поддерживаю никого. Давай так, еще раз. Ты осуждаешь или поддерживаешь Хамасом, вот той женщины? Я против этого. Значит ты осуждаешь Хамас? Да. О, все. А то ты говоришь, не знаю. Вот, все, вот. А тогда в Израиль, да? Нет, это вопрос. Давай, давай, давай. Это мой вопрос. Израиль убили сколько мирных жителей в секторе Газа? Да. Значит смотри. Сколько? Я не знаю сколько, но я думаю, я считаю, что Израиль, да. Я вам объясняю. 40, 50. 40, 50. Мирных жителей. Значит, это не номер. Я тебе уже, давай так. Хамас, террористическая организация. Это 45 тысяч человек. 5 тысяч, правильно, да, смотри. Я вот что скажу, да. Значит, да. Хамас, Хамас, террористическая организация. Да? Это не ФАТФ. Вот ФАТФ, смотри, ФАТФ, да, это организация освобождения Палестины. Да, ФАТФ, законная власть в Палестине. Законная? Законная. И террористическая больше, да. Смотри. Хамас, а Хамас, да, даже в Палестине, потому что сектор Газа, если он поддерживает Палестина, палестинские власти, да. Кто такой Хамас? Хамас, это группировка, которая в Палестине. Палестине, я отвечаю. Это терроризм, когда государство, любое государство, когда любое государство убивает... Объясняю, когда, смотри, еще раз, государство Израиль воюет с террористической группировкой Хамас, которая занимает огромную территорию в секторе Газа. 45 тысяч мирных жителей. Вы смотрели, что ООН, ООН, это ООН, короче, уже тоже говорит, что в Украине ничего не бывает. Так вот смотри, почему, почему, да, почему государство Египет арабское, арабское, не дало мирным жителям выйти на территорию Египта, почему? Что еще раз? Почему Египет, да, не дал мирным жителям... А почему они должны были? Ну, подожди, вот смотри, сейчас идет война, да, террористической организации Хамас и государства Израиль, официального государства и террористической организации, да, не государства Палестина, да, потому что в Ромале руководство, да, Ромала не воюет с Израилем, да, Ромала не воюет, воюет какой-то Хамас. Это просто по вашему мнению. Вопрос, почему Египет, да, не пустил к себе беженцев, а сказал, мы не пустим их, почему? А почему нет? Ну, это арабские, ну... А почему должны? Ну, это ж арабы арабов, вы же... Это наш вопрос, это... Вопрос, ты говорил, короче, арабский мир, ты говорил арабский мир против Израиля, да, давай так, Египет... Вопрос в том, вопрос в том, почему они должны убежать? Потому что, да, когда идут боевые действия, да, когда вот у нас, например, идут боевые действия, да, Украина эвакуирует своих граждан, да, эвакуирует с природничной территории, да, Россия эвакуирует там со своей территории. Почему, да, почему Хамас не эвакуирует, а прикрывается мирными жителями? Потому что Хамас террористы, они держат в заложниках этих людей, так получается? Это кто сказал? Я сказал. Я сказал. Откуда знаете? Я, я знаю, я изучал этот вопрос. Я притворялся тебе полчаса, да, что я не знаю это все. Откуда? Я скажу, я в Хельсинки, да, я преподаю востоковедение, да, 18 лет практики, через два года у меня будет двадцаточка, да. Я профессор, я профессор университета. Так вот, и когда ты мне рассказывал про Хист Балу, про Ксир и так дальше, да, я красиво улыбался, да, потому что я знал, что ты нагло-нагло обманываешь. Ты говори, ты поддерживаешь, да, ты поддерживаешь людей мирных, да, потому что когда Хамас нападает и убивает мирных людей, ты начинаешь, это не Хамас, это Сахал, да, ты это сказал. Я специально ждал, чтобы тебя распаковать, да. Ты поддерживаешь террористическую организацию Российская Федерация, потому что когда она захватила территорию Украины, ты говоришь, что да, это территория России, это ты говоришь. Да, это территория России. Вот, это ты говоришь, да. Так и вот, сейчас, да, государство Израиль, да, воюет с террористической организацией Хамас, которая не под контроль на Палестине, да. Вот, в Палестине, в Ромале, вот скажи. Давай. Нет, нет, вы скажите. Да, за кого я? Я за Израиль и за Палестину и против Хамаса. Подождите. Хамас это не Палестина. Я задавал очень, очень, очень простой вопрос. Давай. Вы до сих пор не хотите ответить. Я ответил, я поддерживаю, я поддерживаю войну Израиля против группировки Хамас. Да, в которой гибнут доложники Хамаса, которые сейчас в секторе. 45 тысяч. Да, потому что, да, потому что Хамас, да, огромное количество, сколько, сколько в группировке Хамас боевиков? Супер. Я не знаю. Сколько боевиков в группировке Хамас? Я не в Хамас. Ну, подожди, стоп. Я не в Хамас. А сколько? Ну, что ты сразу? Давай так. Двадцать тысяч. Двадцать тысяч. О, двадцать тысяч в группировке Хамас. Супер. Где они все расположены? Это мне не касается. Вот, они расположены на этом маленьком пятачке, который называется сектор газ. Что? Ага. Вопрос. Ага. Вопрос. Кто руководитель Палестины? Вы профессор, да? Правильно? Кто руководитель Палестинской автономии? А почему автономия, а не государство? Потому что государство вы не сделали. Палестинцы еще не сделали государство. Они идут к созданию государства. Ну, потому что. Почему не сделали? Про вас гласили государство? А почему не сделали? Ну, есть. Потому что, потому что глава Палестинской автономии есть. Главы государства нету пока. А сколько израильских? Еще раз, еще раз, смотри. Есть Палестинская автономия. Кто глава Палестинской автономии? Махмуд Аббас. Он воюет сейчас с Израилем? Он нет. То есть мы смотрим, что Палестина с Израилем не воюет, правильно? Нет, неправильно. Конечно неправильно. Если половина народа воевает... Еще раз, кто представляет Палестину? Смотри, кто представляет Палестину? Кто представляет Российской Федерации? Путин. Путин. Да, глава. Кто представляет Украину? Зеленский, глава. Кто представляет Израиль? Премьер-министр Израиля. Кто представляет Палестину? Ты сказал Махмуд Аббас, правильно? Нет. Не только он. Не только он. Так, стоп. Кто? Кто тогда? Не только он. Это Палестинская Либерационная Организация. Еще раз, еще раз. Кто представляет Палестину? Палестинский народ весь. Кто представляет? Я отвечать больше не буду. А почему? Потому что они отвечали на мой простой вопрос. Какой еще раз? Я ответил уже. Это терроризм или не терроризм? Я же тебе ответил, это не терроризм. Действия Израиля не терроризм. Все, я ответил. Хорошо. Теперь смотри, на мой вопрос отвечает. Кто? Значит, руководство. Если ты говоришь, что не Махмуд Аббас руководит Палестиной, кто? Вы сказали, что 7 октября. Нет, еще раз, еще раз. Смотри, чтобы мы поняли, Хамас это террористы или не террористы. Потому что у вас очень хитро получается. В Ливане есть Ливан, а есть Хизбалла, который не подчиняется государству и атакует Израиль. В Палестине есть Хамас, который, кстати, он воюет и против Палестины. Хамас против Рамалы, правда? Против Махмуда Аббаса. Я отвечать не буду. Ну почему не будешь? Смотри, Хамас, еще раз скажи. Хамас против Рамалы? Я отвечать не буду, пока вы не отвечали. Я же тебе ответил на твой вопрос. Я поддерживаю действие Израиля, это не терроризм. Это не терроризм. Да, я тебе ответил. Смотри, я ответил. Это терроризм, когда Хамас убил 100 или 150 отменивщителей Израиля. Абсолютно. Смотри, если бы, смотри, если бы Хамас напал на армию, на Цехал, да, это было бы другое. Вот, если, смотри. Они куда нападали? Еще раз, смотри. Если бы Хамас напал на Цехал, да, в результате чего погибли еще мирные жители, это можно было бы понять, да. Потому что тогда бы вы сказали, вы воевали против Цехаловцев, да. В реальности Хамас нападал на, этот, как, танцевал. Это не в реальности. Песеный, в реальности Хамас напал. Вы видели, как они уничтожили израильские танки? Я тебе сейчас, я тебе сейчас покажу, я тебе сейчас покажу, смотри. Как они убили израильские танки? Я тебе сейчас покажу, прям. Видели? Не видел. Я, смотри, я сейчас покажу, я видел. Ну, тогда смотри. Я сейчас тебе покажу, что было с этим, с рейв-фестивалем. Я это видел. А вы видели 45 тысяч мирных жителей? Еще раз, на этом рейв-фестивале были, были, сейчас, сейчас, были военные? Нет, это вообще, это вообще, я не знаю, что сказать, вообще. Вот, боевики Хамаса, больше 260 человек. Что, Израиля может? Да, 45 тысяч, а Хамас нельзя убить. Сейчас мы. Куда? Эй, алло, алло, Хамас. А, блин, куда убежал? Давай за них, давай за нас, и за Хизбалу, и за Хамас. А, как прожарили этого, это было офигенно, просто. Обычно мы прожарим, а тут этого. Я, нет, я, нет, да. Ты пойди, осуждаешь Хамас. Почему? Потому что Хамас, да, не Израиль просто взял и начал что-то там бомбить, да, а Хамас, террористическая организация, Хамас, напала на мирных жителей Израиля, да. Просто эту дичь видели все. Все видят, весь мир видел, да. Убил людей на фестивале, да. Огромное количество, блин, 260, да. Это только те, которые были подтверждены, да. О, в других городах, вот, куча было всего такого. Это было видно, да. А теперь получается, когда Израиль, да, проводит операцию против этих террористов, да, которые, да, вот, ну, 20 тысяч, да, группировка. Где они сидят? Конечно, они сидят на этом пятачке, да. Конечно, если они прячутся в этих зданиях, типа, да, идет... Это не то, что, да, вот, они говорят, там, Россия. Россия напала на Украину. Это не Украина пришла в Россию, начала вырезать какие-то там поселения, да, и Россия проводит в ответ спецоперацию. Нет, это совсем другое. Потому что Израиль защищает себя, потому что там террористическая группировка. И он, он это понимает. Потому что Хамас, да, кто, вот, посмотрите, это не Палестина. Это какие-то чуваки, которые захватили в секторе газа власть, изгнали оттуда власти Палестины, и сказали, мы тут будем, короче, бандгруппировки, да, такие получаются. Вот и все. Официальная палестинская автономия, да, в городе Ромала, да, на так называемом западном береге реки Иордан, да, она не воюет с Израилем. Израиль не это, ничего там не делает, да, живут нормально палестинцы. Почему-то? Потому что Хамас, а в этом, в секторе газа, да, нету официальных властей Палестины, потому что Хамас их выпилил всех, да, потому что Хамас это дикая группировка, да, террористическая, которая руководится, по сути, Ираном, да, так же, как Хизбалла, да, все эти прокси, вот. Хизбалла так же, да, о, нет, нет, это просто какие-то, вот есть государство Ливан, а есть Хизбалла, который имеет оружие, ракеты и так дальше, да, она обстрелит Израиль. Конечно, конечно, Израиль вошел на юг Ливана, потому что, если оттуда обстреливают, вот после этого, после вторжения Хамаса, они же начали обстреливать, это в первые дни, я же помню, тоже, да, они начали обстреливать еще территорию Израиля. Конечно, Израиль будет зачищать Хизбаллу, там, абсолютно верно. Израиль не пошел туда где-то нападать на Ливан. Вот, приграничную территорию, где базируется Хизбалла. Вот и все. Также у Ирана тоже есть Иран, президент Ирана говорит, нет, нет, мы там ничего не будем, Израиль, да, а есть какой-то корпус стражи исламской революции, который имеет ракеты, дроны, да, и обстреливают, да. Очень хитрая позиция. Так что, все вот эти любители Хамаса, идите, поняли вы все? В этом тоже у нас есть некоторые люди, которые почему-то, очень многие, кстати, кто из постсоветского пространства, сейчас там, кто считает себя этим последователем ислама, начинают типа вот это за Хамас и так дальше, да. Откуда вы этой хитрой радикальной поднабирались, да. Например, Иордания, да. Вот он, он, он очень хитро манипулировал. Арабский мир, что такое арабский мир, да. Куча арабских стран не поддерживает Хамас, не поддерживает Ливан, не поддерживает, да. Но Иордания, арабы, арабы, союзники Израиля, да, нормально. Когда Иран обстреливал Израиль, Иордания еще сбивала эти ракеты, эти иранские, да, чтобы они не долетели, потому что они через территорию Иордании пролетали на Израиль, разбивала, что принцесса Иордания еще лично на самолете летала, бомбила. Вот. Так что, не надо, вот это очень красиво навали. А почему Египет не там, не пустил к себе на территорию беженца, да, чтобы вот их вывели? У нас кронение нам на этих хамасовцев, короче, и всех этих не нужно, да. Почему? А ООН, ООН, мы видим, что такое ООН. ООН давно стала такой, как оно, импотентной, разложившейся структуры, которая живет себе своих интересов, да, куча этих ООНовских чинуш кормили из того, что там всякую помощь на Палестину и так далее, пихали. И сейчас, когда все нормальные люди видят, да, что такое этот Хамас, что такое эти все Хизбаллы, да, это все, вот, это все проявление, вот это, да, северокорейцы, вот эти, Иран, Русь, короче, Хизбалла, Хамас, это все, вот это, короче, вот эта ось зла сейчас, да, они все воюют против нормального цивилизованного мира, вот и все, поэтому, кто поддерживает Хамас, тот последний, давай, лайк, подписка, коммент, подписчись на мой инстаграм, я не знаю, для чего это тебе, для чего это тебе, там, дивитесь на вот это мой фейс, но для тебя это один, два, а три клика, но ты поддерживаешь меня, и я буду крутить, вау, у меня там много фолловеров, и у меня будет классный настроек, чтобы делать новые крутые видео, подписчись на мой инстаграм, попик Андрей, вот так, давай, я тебя ждал, и я тебя ждал,